По марийскому календарю в эти выходные начался Новый год. С незапамятных времен летоисчисление у марийцев ведется по узоро-астрийскому календарю, а значит, год начинается 21 марта. Полный цикл древнемарийский календарь проходит за 32 года. Символом 2020 года является слон. Предыдущий, 2019-й, был годом лося. Как в марийском календаре обитатели местной фауны уживаются с представителями животного мира других материков, узнала наша съемочная группа. В день весеннего равноденствия, когда день равен ночи, в этом году он выпал на 20 марта, по древнемарийскому календарю начался Новый 7528 год. Цикл в этом календаре, так же, как в зеро-астрийском, равен 32 годам. Каждый год символизирует определенное животное, которое является тотемным. Например, прошлый 2019 год был годом лося. Судя по итогам, он себя оправдал. Леса были богаты своими дарами, грибами и ягодами. Урожай с огородов также порадовал изобилием. В эти выходные лось передал бразды правления самому крупному из ныне живущих на земле млекопитающих слону. Как в древнемарийском календаре оказалось животное, обитающее в тропических странах, мы спросили у марийского карта Альберта Рукавишникова. Была миграция народов, движение народов. И вот сегодня мы говорим о годе слона, но давайте реально посмотрим. Мы, марийцы, может, здесь не жили в свое время, пришли сюда. Но где-то мы жили, видели. Вот сегодня, к примеру, даже в Курженерском районе у нас нашли бивни мамонта. И, наверное, в любом районе, в Курженерском музее всегда что-то от мамонта находят. То есть, мамонт – это тот же слон такой же. Который проживал? В этих наших краях проживал в свое время. В древнемарийском календаре животные наших лесов уживаются с обитателями других материков. В нем представлены волк и гепард, медведь и верблюд, дельфин и черепаха. Что касается празднования Нового года, то жители республики больше привыкли отмечать обрядовый праздник Шорок Ёл или Марийское Рождество. По древнемарийскому календарю начало года же отмечают только духовные лидеры и хранители традиционной культуры Мари. В целом, у нас марийцы как такого не отмечают. Есть светский Новый год, вот это мы отмечаем. Это как-то не приятно. Но люди, знающие, верующие, знатные, то есть карты наши, мы стараемся этот праздник отметить соответственно. Ну, просто обед приготовят у меня супруга. Ну, я по это свечку заживаю и небольшую молитву прочитаю на марийском языке. То есть, естественно, вот в этой одежде традиционной. И на этом всё. По древнемарийскому календарю год слона несёт упрочнение и серьёзность во всём, что предстоит решить. Все нововведения и цели реализуются в этот период успешно. Слон является символом преданности, мудрости и терпения, разумности и долголетия. Он приносит счастье и гармонию в семейную жизнь. Человек, родившийся в год слона, нетороплив и основателен. Это целостная и серьёзная личность, которая пойдёт до конца, лишь бы решить проблему и устранить неприятности. До сих пор существует поговорка, что весь мир держится на слонах. И сегодня в такое нестабильное для нас время, может, стоит немного поверить древним религиям и тому, что сулит год слона, чтобы просто дать себе установку на успех и счастье.